ну что девчонки вышли мы из майклса захотели поужинать пошли макдональдс дочери сели вот около окошечка заказы ждем и прям знаете выхожу сегодня из магазина и чувствую весной пахнет да доча настроение у нас такое сегодня с ней хорошая мы с ней на шопились хорошо ноги болят устали весеннюю коллекцию она прошлого сезона правда пойдет цвета однако актуальные что ну не поменялось еще особо ничего мне очень все понравилось то что я купила я еще сегодня приобрела пускал в атлете да конечно в атлету зашли это для занятий спортом доча ходит на волейбол я конечно устаю сейчас первое время буду уставать очень сильно после волейбола и мне нужны эти короткие не шорта нету не нравится мне прям так душу отводит волейбол я уеду посложнее будет нанчок когда найдете выход хочу в 7 часов у меня волейбол будет стараться тоже ладно будем ждать свой чикен сэндвич ты сделай это вот пожалуйста люди работают это не нам кому-то еще человек смотрите на коляски ограниченными возможностями да капец я в шоке среди даже и я не могу мне стыдно это показывать даже люди которые хотят работать могут устроить да даже на даже колясочники это просто невероятно это у нас колеса страна чудес какая-то из дома не выходит как неудобно ну так никуда не зайти ни в какой магазин я папа показывал какой-то банк альфа банк или какой-то был форбанк ну неважно короче я посмотрела там папа еще обратил внимание на то что там были вход до пандусы я посмотрел на этот пандус я чуть в обморок не упала я думаю какой-то пандус вот это если я не знаю все видно из окна или нет ну вот это вот подход например когда переходишь дорогу тебе асфальт сравнен с дорогой ну то есть даже даже губы нету ну чё смеешься бордюр ну я губах бордюр каранец ну вот вот это вот это пандус а то что там какую-то штучку железненькую какую-то трубу которую разрезали ну которая квадратная труба разрезали ее на две части это пандус назвали это просто ужас какой-то я не знаю видно это было или не хочет носить пользу обществу а кто не хочет пользу обществу приносить у меня мой брат поздравил с новым годом ой себе все захопала меня мой брат постарался новым годом и сказал что он желает мне что я чтобы я приносила пользу обществу чтобы я была нужна этому обществу очень хорошее пожелание потому что это наверное самое лучшее что может себя ну какой он сказал гражданин представить из-за это получал из-за ну и за этот получал достойное вознаграждение ну я не думаю что этот человек получать достойное вознаграждение но тем не менее он работает давай вкусить всем нам приятного аппетита да пока делали покажу это сандвич или это свой да нет и я не буду знаете тут такая курочка вкуснейшая хрустящая помидорки два кусочка салатик майонез и булочка зажаренная очень вкусно нам это всегда с мамой берем все приятного аппетита ребят заехали в мойку еще только начали сжать уже там все по включалась да уже нас мыть начали вот этим аппаратом на сейчас помоют душ примет тут скорее всего это пар у нас все закрыто а то сейчас как начнет литься а вот этот вот люк не надо ничем закрыть не бойся не обольется то сейчас сама душ приму так все пену пену наливают запах пошел по-моему да баблгам это что там у тебя показати по что там вокруг находится что-то аккуратнее быть блин замерзла смотри моя это губнушка смотри не вылазит точно ой 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 еще больше я как это я первый раз с тобой да на мойке вы всегда ездили вдвоем да я что-то решила мы сейчас едем с юхолса у нас безлимитная мойка как это понять безлимитная как понять дарит за месяц сумму какую-то платит 40 чем-то долларов и вы хоть сколько раз можете приезжать каждый день по три раза понятно ну зимой это выгодно иметь потому что столько соли столько ну тогда можно заехал помыл у нас соль же на дорогах у нас сыпят эту соль везде нет не боюсь пахнет запах такой ладно короче поду релаксировать как это классно самому стоять на морозе у них щетки пропали на дворниках и пропали они мороз был они примерзли сначала дождь они примерзли а потом ешьте говорю мой муж не подумал башкой что нужно ну сначала машину разморозить и оторвались короче он купил новые и не и не вставал чем мы куда у поехали это вот эта штука едет такое ощущение что вы поехали полыше сейчас сушить будет дождик а еще еще это кондиционер я как из лесу сначала шампунькой помыли потом смыли теперь кондиционер теперь другой запах вот теперь бабл гамм а до этого был другой может быть я уже просто привыкла да смыли смотри как прям чувствуется ничего не отмывается не то что не очищается эти резинки сами он купил они же сзади лежат как пахнет еще сильнее чем первый раз нормально у нас может быть тоже такие мойки есть никогда не было если в америке перестанут продавать в магазинах вещи продукты вообще все в принципе американская экономика будет сама по себе также существовать потому что у нас экономика услуг ну вот это же услуга онлайн-шоппинг просто развит очень очень сильно онлайн-шоппинг развит и услуги дверь поменять надо халлоу поменяйте мне дверь машину помыть надо приехали в автомойку че еще надо сделать но здесь ты видишь как от это автомойка тут все это на уровне фантастики тут людей нет машина управляет люди не любят ничего сами делать здесь нет ну а дверь то поменять это уже приедут люди ну это это же сервис я говорю про сервис не про людей а про сервис какой дождик если бы вам видно было я вам всем показала прям как будто дождь сколько уже раз намочил смыл намочил чистил а он че делает намочил покажите у нас сзади творится ой вот у нас тут покуп покупок море море ветер с моря ду ветер с моря ду нагонял беду нагонял беду вспомнила песню дочи сегодня хорошее настроение а я дочи говорю доча прям я чувствую что я еду уже скоро домой последние денечки мы даже видосы не записываем вот реально я под поняла почему все что не посушил так быстро подожди вот сейчас поедем хоть кольку подожди подожди что я уже хотела сказать некачественный сервис ну сушат не очень хорошо надо сейчас гараж заезжать по машину выгонять я пытаюсь все обсушить секунды там идут дарит обычно выскакивает отсюда нет это последнего вот это вот тебе 20 секунд еще давно да ну и не выскакивая я и не выскакиваю а это вон таймер там показ да да я всю машину обсушила а это вот очередь что тут уже нет это просто в заправку заехали это же на заправке моего 4 3 2 1 пуск тадам съехали все ты заплатила уже я же тебе сказала а там у нас вот эта штучка по моему или вот эта какая уже они считали код да ну оно там моргает да считывает ну что свеженькие хотели заехать еще в шоколадницу мне наташина знакомая приходила к ней и подарила представляете на крисмас этот сертификат да как он называется подарочный сертификат в кафе как скажи как шоколады там продают конфеты там разные брауни печеньки короче дочь я сказала что там что там очень все вкусно и я говорю давай купим что-нибудь и чаю попьем а оказывается они до 7 или до 8 вечера да но они с 7 утра работают да с этим обычно у меня в 5.30 открываются ничего себе люди ездят туда да ну так у нас Америка страна ранняя все уже работают я в пресс просыпаюсь в 5 часов утра ну да ты рано занимаешься спортом ну и вот короче я говорю ну давайте завтра съездим все вместе попьем кофе можно надо использовать сертификат а одна ее знакомая подарила мне представляете 50 баксов и я вообще офигела ну мне она больше подарила ну не важно факт то что просто что факт то что она про тебя не забыла принесла подарок мне и про тебя не забыла что да ну я не хочу сказать что мне а мне она больше нет что даже а мне она сколько подарила это просто шокирующая сумма поэтому мы с дочей поехали и сегодня да я за эти деньги доча хотела там я вот туда это потрачу я говорю нет доча вот тебе подарили вот ты и потрать их она мне говорит только попробуй купи продукты на эти деньги иди их купи себе чего-нибудь ну вот видишь потому что тебе это подарок вот так короче девочки мы очень счастливы да я наверное из-за этого счастлива мне надо было свои деньги тратить не ну я то ей тоже подарила ну все понятно но тем не менее ну я не ожидала такого правда в Америке любят делать подарки на крисмас доча меня вообще вон осчастливила таким такой курткой я хожу и радуюсь сегодня вот хожу в футболке вот а ну темно не видно просто футболка и куртка сверху тепло тебе да тепло ли в тебе девица тепло ли в тебе красное тепло батюшка тепло морозушка ладно мы к дому подъезжаем всем пока всем хорошего настроения хорошего просмотра спасибо за просмотр